Дорогие друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Если вы зашли, если вы увидели это видео, заинтересовались этим каналом, значит вам интересны автомобили без пробега с правым и левым рулем. Автомобили с правым рулем это автомобили с аукционов Японии, автомобили с левым рулем это автомобили с Южной Кореи. Мы работаем как с Южной Кореи, так и с аукционами Японии. Для заказа автомобиля мой телефон находится сейчас в закрепленном комментарии, под этим видео и в описании канала. Сегодня будет небольшое кратенькое видео про японские классные автомобили. Ребят, я вам хочу напомнить, что в этом месяце у нас проходит акция. Заказывайте автомобиль и может именно ты станешь счастливчиком, кому мы вернем комиссию, которая составляет 50 тысяч рублей. То есть автомобиль привезем совершенно бесплатно. Сегодня вкратце хочу затронуть тему, наболевшую тему, что касается утильсбора. Насколько выгоднее привезти автомобиль с Японии скорее, нежели приобрести и купить автомобиль уже здесь. Так вот, находимся мы сейчас в Toyota Corolla Fielder. Сегодня я вам его покажу. Объем двигателя у данного автомобиля составляет 1,5 литра. Так вот, если везти автомобиль на перепродажу, либо покупать этот автомобиль здесь, то вы переплачиваете 528 тысяч рублей. Это коммерческий, коммерческий утильсбор. Я думаю, тут даже кармпулятор не нужен. Все очень просто, легко, можно посчитать. Вот данный автомобиль выгоднее привезти на 528 тысяч рублей. Вы спокойно отъездите на автомобиле год, через год его продаете, никакой утильсбор вам не прилетает. То есть, если вы привезли автомобиль для себя, под личное пользование, продали его, допустим, через полгода, да, вы заплатите коммерческий утильсбор 528 тысяч рублей. Если вы проездили на автомобиле год, продали его, вы ничего не заплатите. Ладно, начинаем. Перед нами Subaru XV, автомобиль 2020 год. Это идет кроссовер, хороший высокий клиренс, черный цвет, аукционная оценка 4 балла, пробег на автомобиле 32 тысячи, хорошая летняя резина, туманки, штатное литье, автомобиль с ключа. Стоимость таких автомобилей варьируется, ребят, где-то миллион, наверное, 850, миллион 950. Все зависит от цвета, от пробега, конечно же, от комплектации. Объем двигателя 1,6. Сзади установлены у нас сонары. Покажу вам состояние автомобиля по нижней части. Как обычно, вопросов, претензий никаких у нас нет. Есть у нас спойлер. Спойлер. Давайте сегодня такой краткий обзор по автомобилям. Довольно неплохое багажное отделение. Все аккуратненько, чистенько, приятно. Subaru. Subaru. Отличный, классный автомобиль, как для города, как знаете, куда-то выехать на природу. Хорошее, прям хорошенькое состояние салона. Как я уже сказал, автомобиль заводится у нас с ключа. Лифт сидений. Руль у нас идет обычный. Присутствует система ISI. Вот они, два глаза, две камеры, подогрева зоны дворников нет. Кстати, вот на свежих свежках у них идет подушка безопасности для, хотел сказать, для пассажира, для пешехода. Корректор фар, приблежка подсветкой, система ISI-STOP, управление круиз-контролем. Круиз-контроль здесь идет адаптивный, управление меню, управление магнитолы. Пробег 31904 километров, собственно, бортовой компьютер. Коробкой передач здесь идет вариатор. Вариатор здесь хороший, надежный, цепной вариатор. Электронный ручник. Аукционника пока не вижу. Стоит регистратор, управление ISI-M. Классный, прикольный японский кроссовер. Ребят, по адекватной цене. Они санкционные. 1,6 это не санкционный мотор, не санкционный автомобиль. Следующий автомобиль, который я вам хочу показать, это Toyota Corolla. Филдер, передний привод, 20-й год. Небольшой пробег, в районе 70 тысяч. Сейчас вам покажу. 4 балла. Стоимость таких автомобилей составляет порядка где-то 1 миллион 400 тысяч рублей. Ребят, вспоминаем, да? Поскольку возили такие филдера год назад, полтора года назад. Цена, конечно, цена, конечно, жесть. Но качество автомобиля с левым рулем такого плана автомобиля просто не найти. Который у вас, в принципе, ломаться никогда не будет. Здесь тоже хорошее багажное отделение. Есть у нас регистратор. Сзади установлен, пришел бонусом с Японии. Хорошая, удобная трансформация салона. Колпаки лежат у нас в автомобиле. Салончик чистый, опрятный, приятный. По подъемнике едут автоматом в одно касание. Объем двигателя здесь полтора литра. Коробка передач стоит у нас вариатор. Есть такие автомобили, 4 ВД. Кстати, 4 ВД у нас стоит. Сейчас тоже вам его покажу. По передней части под ловым стеклом тоже установлен у нас регистратор. Система безопасности. Датчка при столкновении у нас имеется. Есть состояние резины. Просто, просто, ребят, новое. Хороший, практичный, удобный, неубиваемый универсал. Для города, для деревни. Значит, кнопка старт, система при столкновении, регулировка зеркал. Руль идет обычный пластиковый. Места в автомобиле очень много. Пробег на автомобиле 75 тысяч километров. Анти-юз, ай-стоп, розетка 12 Вольт, ручник, два подстаканника. Документы. Следующий автомобиль, это тоже самое Toyota Corolla Fielder. Только, ребят, это автомобиль идет 4 ВД. Стоимость, вот опять же, этот автомобиль обошелся где-то так же 1 миллион 400 тысяч рублей. Что касается стоимости автомобиля. При покупке данного автомобиля, курс иены, курс иены был, если мне не изменяет память, 60, 62, 50. Сейчас иены 59, по-моему, 60. Соответственно, если мы сейчас купим такой автомобиль по такой же стоимости в Японии, в Японии, то данный автомобиль обойдется значительно дешевле. Автомобиль 4 ВДС. Смотрим состояние автомобиля по нижней части. Кстати, у этих автомобилей крышка багажника, она идет пластиковая, пластмассовая. Пришел он на хорошей зимней резине. Без ключевого доступа у автомобиля нет, но автомобиль заводится с кнопки. То есть он еще и на кнопочке. Зеркала заднего вида идут у нас с повторительными. Также присутствуют у нас ветровики. Сзади находится у нас спойлер, метла, 4 ВД, камера заднего вида есть. Давайте посмотрим состояние салона. Также у нас чистый, опрятный, аккуратный, аккуратный салончик, ребят. Сидушки у нас сзади складываются. Получается ровный пол. Здесь у нас еще имеется полка. Тот же самый объем двигателя полтора литра и тот же самый вариатор. Есть у нас подогрев зоны дворника, система безопасности. Ну и собственно, как я сказал, автомобиль идет на кнопки старт. Пробег 79 тысяч. Ну а здесь, собственно, все как и в предыдущем автомобиле. Ребят, немного оторвемся с вами о теме. Хочу поговорить на тему платежей. Как вообще происходит, какие этапы платежей. Первый платеж 50 тысяч рублей. Это вы переводите нам аванс на расчетный счет, чтобы мы были уверены, что вы действительно заинтересованы в покупке автомобиля. Второй платеж вы будете совершать сами, в своем городе, в своем банке. Второй платеж это invoice. Что такое invoice? Это стоимость автомобиля в Японии. Это все расходы по Японии. Это доставка автомобиля до города Владивосток. Если у вас в вашем городе нет банка, которого не отключили от системы SWIFT, который делает переводы денег за границу, я вам подскажу, как это можно сделать по доверенности. Либо через нас, услуга эта платная, либо через каких-то своих друзей. Знакомых. То бишь, это у нас будет второй платеж. Третий платеж это пошлина. Когда автомобиль выпускают, мы получаем с таможней квитанции, квитанции пересылаются вам. Вы идете в банк и оплачиваете пошлину. Очень важно оплачивать именно через банк. Опять же, инструкцию я даю. И последний платеж это услуги брокера. Там небольшая сумма, в районе 70-80 тысяч рублей. Опять же, я все рассказываю. Это вы уже переводите нам денежку сюда. И то мы сейчас хотим от этого уйти, чтобы вы напрямую, напрямую платили брокеру. Вот вкратце я вам рассказал, как происходят платежи, какими этапами. Дальше, ребят, на сегодня мы, наверное, будем заканчивать. Еще раз вам хочу напомнить, что в этом месяце у нас проходит акция при заказе автомобиля. Кто заказал уже в этом месяце автомобили. В конце месяца мы выбираем счастливчика и, собственно, возвращаем свою комиссию 50 тысяч рублей вам на карту любого банка, который вы скажете. Для заказа автомобиля мой телефон находится в закрепленном комментарии под этим видео и, собственно, в описании канала. Чтобы заказать автомобиль, мне нужно от вас получить прям подробности. Я это называю хотелки. Вот, допустим, Toyota Corolla Fielder, 20-й год, белый цвет, пробег хочу такой-то, аукционную оценку хочу такую-то. Ну, в общем, все, все, все. И, конечно же, конечно же, ребят, бюджет на автомобиль. Это очень важно. После этого я вам сделаю расчет. Если вас все устраивает, нас все устраивает, я вам скидываю договор, вы подписываете договор, переводите предоплату. И мы начинаем с вами работать. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Всем пока, ребят.